Мы пройдем сейчас дальше и посмотрим, что у нас там открывается на площадке. Спорт Аутлет, наш любимый магазин, в котором мы покупаем обувь. В Бергене я знаю три точки их. На Нестуме есть. И... ой-ой-ой. По четверке ехать. Если из центра ехать по четверке, не помню остановочку. Там тоже он большой. На Нестуме он поменьше. А самое большее мне понравилось в Усло. Там несколько этажей он. Единственное, надо почаще сюда ходить, потому что там очень много людей. И там движение товара, быстро его разбирают. Ну и там большой выбор. Я, сын, там купил рюкзак. Здесь в Атлеке я такого выбора рюкзаков не видел. Вот мы идем. Здесь есть у нас терминал автобусный. Он тоже называется Лагуны. Сейчас мы на него зайдем. Вон там какой-то детский магазин с игрушками. Ну и в этом тоже есть куча детских и разных магазинов. Там в них легко заблудиться или тяжело им да найти магазин. Есть Теленор и другие операторы здесь продают свои пакеты. Но Теленор не так просто к нему попасть. Если у вас какие-то проблемы с документами, нету загранпаспорта, вам не продадут карточку телефонную. И не перерегистрируют. В Норвегии можно купить карточку любого оператора. Потом это ваш номер может быть навсегда. Вы можете потом поменять оператора. В Украине это только планировалось сделать. Вот мы на терминале. Вот он как сейчас название прочитаем. Вот Лагун он терминал. Так смотрим. Что у нас с автобусами? 65-й, 64-й, 99-й ездит. А вот тут расписание тоже есть. 1-й, 22-й, 54-й, 21-й, 67-й, 60-й, 67-й, 52-й, 1-й, 22-й. Так, 1-й, 67-й, 62-й. Это, наверное, другая сторона от тех самых автобусов. Так. Вот 21-го остановка. Он довольно-таки часто ходит. Вот где-то каждые полчаса ходит. Так, это тоже. Две стороны его. Идемте дальше. Следующий. Там он ИФ. Тут их очень много. Автобусов. Так, что у нас здесь за автобусы? 67-й, 60-й, 26-й, 99-й, 26-й. А там, наверное, может, были ли все автобусы на том большом? Такие в ближайшее время будут. Так, вот 60-й, 62-й, 61-й и 530-й, который редко ездит. Так. Так, а вот еще, прямо еще один вход на Бибан. Мы прошли через двор гипермаркета. Так. Вот тут 54-й. Ходит тоже нередко. Раз в час, по крайней мере. Это тоже неплохо. Ну, это с пригорода ездят. С окраина Бергина. 67-й, 22-й, 22-й, но этот 22-й, ну, тоже ходит ничего. Да нет, довольно-таки часто. 67-й у нас 37-й. Через 20 где-то минут, да. Вот второй. Ну, 20-30 минут ходит. А 22-й еще в два раза чаще. Через 15 минут ходит. Буден день. Так, расписание я здесь не вижу. На маленьких остановках оно на бумажечке написано, висит. Так. Вот, 53-й. Не так часто ходит. Вот, свободный терминал, еще не задействованный. Так. А, это, наверное, что в ближайшее время будет ехать с этого терминала. Во. Вот, что у нас. Вот с двух минут до 12.04. Так, это, наверное, одна сторона. А вот это, вторая сторона. Это в другую сторону, не те же самые автобусы едут. Вот. Один Люфтваффен на аэропорт. А, пятерка идет на аэропорт с другого терминала, там, где мы вчера были в супермаркете. Вот, да. Сюда она не заезжает. Так. Терминалка пустует у нас. Вон, впереди, там, вон, буква Макдональдс есть. Там, в основном, на машинах подъезжают. Так. 67-й, 52-й. Вот, один в одну, в другую сторону. Так, и идем, идем, идем. Мы в Аутлет. Посмотрим, что у нас есть сегодня в Аутлете. Вчера мы в Аутлете купили себе ботинки. Изготовленные, да, изготовленные в Италии. По технологии Гаритекс. Водонепроницаемые. Они на теплую зиму рассчитаны. Ну, в Бергене, говорят, такая она и есть. В Бергене слякоть постоянная. Если хотите на лыжах покататься в районе Бергена, то здесь надо подниматься в горы. Например, в Бантвейне. Это когда-то был у них там лыжный курорт. Пока не было туннелей. Сейчас появились туннели и машины, люди стали дальше ездить. Там намного чуть длиннее лыжный сезон. В некоторых местах в Норвегии снег лежит и летом. Так. Вот у нас Макдональд. Нас пропустили. Здесь Норвегия хорошо пропускает на пешеходных переходах. Так, ну-ка. Идем дальше.